Очередное заседание комиссии по охране труда состоялось в Брестском горисполкоме. Профильными специалистами была проанализирована сложившаяся ситуация на городских предприятиях. Разбирался каждый конкретный и несчастный случай. Электромонтажник по электрооборудованию силовым и осветительным сетям 6-го разряда, 61 год, 4.04.24 года, в 8 часов 55 минут, выполняя работы по штраблению стены с приставной металлической лестницей на строительном объекте, многоквартирный жилой дом по улице Магистральная в городе Гродно, потерял равновесие и упал с лестницы, получив тяжелую травму головы. 11 несчастных случаев, в которых 3 со смертельным исходом. Цифра по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшилась. Однако, по-прежнему есть повод задуматься о том, что основой для большинства ситуации послужила собственная халатность работников, либо нанимателей. Есть у нас определенная проблема со строителями. Уже у нас ситуация с травматизмом становится хроническая. Такие предприятия, как Полесье Жилстрой, мы будем сегодня два вопроса рассматривать производственным травматизмом. Один случай смертельный, один с тяжелым исходом. К сожалению, мало уделяют внимания предприятия, и хотелось бы тут их сейчас немножко наставить на правильный путь, для того, чтобы больше относились к охране труда. Больше времени, больше внимания, больше денег выделяли на охрану труда. Причина несчастного случая – это несоблюдение требований нормативно-технических правовых актов и личная неосторожность. И лидирует у нас в основных случаях производственного травматизма – это падение с высоты собственного роста. К сожалению, традиционными местами, где происходят те или иные случаи, которые приводят к печальным последствиям, остаются сферы промышленности, строительства и транспорта. И каждый из них должен быть детально изучен и рассмотрен для того, чтобы получить полную картину произошедшего и на будущее предупредить аналогичные случаи. А потому в городе Бресте работает мобильная группа, которая мониторит выполнение всех норм и правил и помогает уменьшить число нарушений в сфере охраны труда. Проводим мы работу по мониторингу, работают наши мобильные группы. Выезжаем в этом году, в этом полугодии мы 125 предприятий, обследовали порядка 1600 замечаний, выдали предписание, представление на устранение. Работа ведется, работа видно положительный результат, но требуются, конечно, определенные корректировки. У нас основная задача по городу стоит в том, что мы максимально должны подвергнуть контролю все наши организации, особенно те, которые допустили случаи травматизма. Мы проводим повторные мониторинги, обследования, выезжаем, следим за этими ситуациями, берем их, скажем так, на особый контроль. А в целом мы разработали график, работает мобильная группа, она работает у нас по графику. То есть еженедельно определенные предприятия, в зависимости от видов деятельности, они у нас проводятся и подвергаются мониторингу. В сегодняшний день у нас летний период идут студенческие отряды. Мы занимаемся проверкой студенческих отрядов работы, как организовано. Тоже выявляем там очень много, кстати, замечаний, начиная от санитарно-бытовых условий и кончая выдачей спецодежды. Есть нарушения при работе, при организации работы студенческих отрядов. Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных случаев и разработка мероприятий, направленных на их устранение, вот пункты, которые можно назвать своеобразной азбукой труда каждой организации. И наниматели, и непосредственно рабочие должны для себя уяснить, что лишь при неукоснительном соблюдении дисциплины, правил и норм по охране труда, а также мер безопасности на территории организации, можно избежать подобных производственных травм.